Я продавал комплекты документов, и вот стреляли с Калашниковых, где девушка там уровня топ-модели, можно сказать, да, стоила 50 долларов в час, и где там было, вот, у тебя руки наручниками сцеплены между ног, короче, с виной этой своей тушей, короче, вот так мне бьет, и все, ты начинаешь задыхаться, у тебя паника, удушья, что я готов был просто кому-то тысяч 20-30 долларов дать, просто чтобы за то, чтобы машину этих пидорасов просто взорвали с ними. Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и сегодня уже 12 выпуск по счету по моей книге, и говорим сегодня о том, как выглядит типичный день кардера топ-уровня, а также о том, как бьют и пытают украинские менты, а я уж с ними сталкивался, поверьте. Ну, а сначала пора объявления, разыграем по-быстрому призы за предыдущие конкурсы, и я недавно, помните, был конкурс, объявлял за то, какие у меня татуировки, и правильно ответил первый человек, это Юрий Александрович, вот я его увожу на экран, он написал, что на правой голени два черепа с надписью «прошлого не вернуть», да, действительно, у меня там на правой икре, получается, два черепа, переходящие в вишни, и написано «прошлого не вернуть», ну, я думаю, символизм этой надписи вы понимаете, да, на правом плече гладиатор. Сейчас покажу, ну, у меня не гладиатора, вот такой это римский центурион, это вообще с эмблемы Американ Экспресс, карточки, да, но у меня вот этот римский центурион, центурионы, это были командующие, как генералы, по сути, командующие центуриями, то есть воинскими подразделениями. На груди голуби, ну, я бы сказал, что это не голуби, а это, получается, ласточки вообще, да, с надписью получается «Beta days will come», то есть лучшие дни наступят. И почему ласточки били их матросы при прохождении 5000 миль, то есть для меня это было символично, то есть 5 лет, к примеру, половина срока, я примерно в это время их набил, когда сидел десятку, и они символизируют еще новые надежды и перемены к лучшему, да, ну, когда ты сидишь и впереди еще кучу лет сидеть, конечно, ты хочешь что-то нового, надежды и перемены к лучшему, поэтому все логично и понятно. И слева на ребрах что-то написали, да, ну, это что-то мне, это такая, такая плохая татуировка, но у нее есть потенциал, ее нужно переделать, это вообще первая татуировка, вот я покажу, я ее в тюрьме сделал, да, здесь такой падающий ангел с небес, вот, крылья, и я хочу обязательно отдать приз второй, да, опять же, мою книгу с подписью второму человеку, который единственным написал что-то с крыльями на левом боку, ну, да, действительно, с крыльями, самонаблюдательный наш зритель, поэтому с радостью дарю ему книгу с автографом, поэтому, пожалуйста, свяжитесь со мной, Юрий Александрович и Сергей Плешанов, но, сразу замечание, постоянно теряются призы, то есть, я выполняю все свои обязательства, мы сегодня отправляли с моим другом, отправляли 20 мая, который вы выиграли в телеграм-конкурсе, да, когда подписывались на канал Мой и Павлу, опять же, мы отправили не 20, а всего 17, потому что просто всех победителей невозможно разыскать, и то же самое происходит постоянно с книгами, с деньгами, с другими призами, которые мы разыграем, тот же самый военник от призыва нет, до сих пор никто не получил, потому что просто победитель не объявляется, поэтому обязательно оставлю ссылку на свой телеграм-канал под видео, подписывайтесь, во-первых, приходят уведомления о новых видео, да, на ютуб часто не приходят, а в телеграм-канале я их все расшариваю, это раз, а во-вторых, победителей всех конкурсов я всегда дублирую, может быть, вы не увидите это видео, но всегда в своем телеграм-канале я дублирую победителей конкурса, поэтому просто забирайте свои призы, не надо, чтобы они у меня пылились, там, призы, деньги и все прочее, подписывайтесь на телеграм-канал, в нем будут объявлены, как я уже сказал, все победители, отныне и приз на, как говорится, но ближе к делу, как выглядит типичный день, там, кардера топ-уровня, ну, себя я отношу к топ-уровню, да, потому что я зарабатывал в разное время, там, когда я только начинал заниматься кардингом, естественно, это было до 500 долларов, но я учился в школе, еще это 10-11 класс был, может быть, даже 9, и, естественно, я зарабатывал, там, 150-500 долларов в месяц, это был мой потолок, потому что я занимался вещевым кардингом. Когда же я закончил школу и стал заниматься более серьезными делами, уже учился в университете, не жил с родителями, тогда мой доход, естественно, превышал уже, там, 2-3 тысячи долларов, составлял тогда примерно до 5, и я занимался в то время по-прежнему вещевым кардингом, продажей всяких аккаунтов eBay, и продавал карточки, да, продавал карточки с CVV, которые вы могли просто, там, был CVV, билинг-адрес и так далее, которые вы могли просто вбить в западный какой-то интернет-магазин, и на вашего дропа, то есть на поставное лицо приходит какой-то определенный, как правило, ценный товар, там, техника, одежда брендовая, ювелирка и прочее, в принципе, все, что легко сбыть, да, ну, и что-то там себе на подарки родным, но затем, когда я занимался уже продажей дампов, дамп это, если кто не помнит, это информация, записанная на магнитной полосе пластиковой карты, и с помощью нее можно изготовить дубликат карты и пойти что-то купить в магазине, раньше можно было без пин-кода постоянно, а если есть пин-код, то, конечно, снять весь кэш с карты в обменнике, я еще занимался оборудованием для клонирования карт, поддельными паспортами и всякими прочими вещами, мои группы похищали деньги с карт по всему миру, с банкоматов и просто с магазином, если не было пин-кода, и тогда, да, я уже зарабатывал тогда примерно, ну, каждый месяц там это было около 100 тысяч долларов в месяц. Да, кстати, мне тут заслали биткоина за книги и водку, вот насобирал уже больше тысячи, а впереди Новый год, поэтому будем менять на кэш. Где менять в обменнике 101 Crypto.com? И почему именно в нем? Во-первых, меняют любые криптовалюты с самой низкой комиссией, также можно через них выводить крипту на карты банков, пополнять ваши банковские карты множеством способов и многое другое. Сервис имеет внушительные депозиты на таких форумах, как ВВХ, посмотрите, больше 2 миллионов денег в Грандфонде и на Даркмане, больше 1 миллиона, но я такой еще не встречал. Есть и стационарные офисы у них в Москве, в Питере, в Киеве и в Одессе. Можно менять, вводить, выводить не только крипту, но и другие электронные деньги. Пополнять кошельки на криптовалютных биржах. Ну и разумеется, обращать все это дело в наличные, что особенно для меня приятно, потому что за обмен того же биткоина на наличные они еще и доплачут 1%. Доставляют, кстати, кэши в другие города, даже там, где у них нет офисов, в этом случае курьером или через аэропорты. Да, и еще кое-что. Я проверил их репутацию на самом известном агрегаторе обменников BestChange.ru. 101 крипта существует уже 2 года. Резервы у них впечатляют, конечно, более 3 миллионов долларов. Я редко когда встречал. А, еще у них телки красивые. Но продолжаем по книге. Да, кстати, напишите, какие у вас есть татуировки, мне интересно знать. Глава эта в книге называется «Боже, храни меня от друзей». Это 24 глава. Но многие из вас скажут, что у этой фразы есть продолжение. Это фраза Вольтера, известного философа. И звучит она как «Боже, храни меня от друзей, о врагах я позабочу сам». Я вообще хочу рассказать о том, чем я занимался именно мой кардерский период в Киеве. Вот смотрите, как выглядит день типичного кардера, как мы уже разобрали стоп-уровня. Я, например, встаю, жил я один в то время в съемной квартире. Платил, кстати, немного, наверное, долларов 600 на то время. Это был 2003-2004 год. И ты просыпаешься, там график, конечно, не нормирован, и просыпаешься там часов в 11-12 дня, разумеется. На столе чашка кофе, трубка, ну понятно, да, для ганжи. Вот, бонг, бонг, не трубка, а бонг. И, например, несколько пепельниц с курками, естественно, несколько пачек открытых. Мальборо парламент я в то время курил. Ну и, конечно, там несколько чашек кофе. Это такой, не знаю, к сожалению, просто вот это фото я не могу вам показать. А, и еще у меня на столе стояло, как правило, три компьютера. То есть три монитора, ну все три ноутбуки, да, естественно. Один для одних задач, второй для вторых, там третий, соответственно, для третьих. И пара телефонов всегда. Это, мне кажется, у любого, ну, хакеров мы не будем брать. У них там вообще там по 10 компьютеров в доме. Но у кардеров, конечно, вот несколько компьютеров тоже встречается. И мне, например, пишут, там, Телеграма тогда еще, естественно, не было. Тогда мы все пользовались Аськой, да, ICQ, если кто. Напишите, кстати, какой самый красивый номер ICQ у вас был. У меня был шестизнак 352492. Был красивый номер длинный 44007777. У вас, может, вообще какие-нибудь крутые, там, пятизнак, там, пять единиц, допустим. Пишут тебе Ваську, там, давай это замуким, там, проект, допустим, связанный с каким-нибудь развести кого-нибудь фишингом на пин-коды, да. Была такая тема просто кардерская, когда можно было, зная номер карты, зная срок действия, но не зная, не имея дампа самого, как я вам показывал, с магнитной полосы, не имея ЦВВ и прочего, просто сгенерить работающий дамп. И что мы делали? То есть, например, рассылалась массовая рассылка, к примеру, ну, это работало, кстати, в нескольких банках, все, но вот в Сити точно работало. И мы делали сайт, то есть, занимались фишингом, делали сайт, похожий внешне, там, один в один на Ситибанк, да, только у него URL чуть-чуть другой, то есть, адрес, там, Ситибанк, там, ком, например, был американский, а у нас, там, Ситибанк, там, US, точка, к примеру, точка US. И рассылаешь какое-нибудь письмо по владельцам Ситибанка или просто по рандомной базе американских имейлов, потому что, скорее всего, у половины американцев, как у нас у всех есть Сбербанк, да, так у половины американцев будет либо Bank of America, либо Ситибанк. Просишь под кем-то благовидным предлогом ввести номер карты, срок действия пин-код, человек вводит, и эти данные улетают на сервер Фишеру, то бишь мне, и мы уже потом генерируем на основе этой информации работающий дамп, записываем на пластиковую карточку, на болванку с магнитной полосой, на белую карточку, на дисконтную карточку, на любую, там, кредитную, с истекшим, там, сроком уже, да, бушную, любую старую, главное, чтобы у него была магнитная полоса. Идем в банкомат, пин-код-то у нас есть, который нам, там, ДРЧ-американец сообщил, и идем, опустошаем, снимаем весь кэш. Вот, с утра мы могли замутить, например, такую-то тему. Потом кто-то пишет, там, нужно продать пару паспортов. Я продавал комплекты документов, у меня в Болгарии ребята делали, мне обходился 150 евро комплект из, например, паспорт плюс внутренняя ID, ну, в Германии это Освайс, например, называется, во Франции, там, не помню, как он называется, и права, да. То есть паспорт, внутренний паспорт, карточка, как правило, если мы берем Францию или Германию, и права, DL, Driving License. И вот весь этот комплект мне обходился в 150 евро, примерно, с Болгарией мне прислали. Я же продавал его тысячу, полторы тысячи долларов, две тысячи долларов. Некоторые пересекали границы, конечно, но границы, опять же, какие? То есть для пересечения полного, там, полноценной границы он не годился. Но если ты передвигаешься в пределах Евросоюза, где везде были уже на тот момент много, где, скажем так, зеленые коридоры, да, и где ты не даешь паспорт никому в руки, а просто проходишь там через, ну, мимо будки пограничника, скажем так, и показываешь ему паспорт, то для этих целей они прокатывали. Но чаще их брали, естественно, для шоппинга с поддельными картами, потому что кассир в магазине вполне мог попросить при дорогостоящей особенно покупке подтвердить имя на карте, которая у тебя, соответствующим именем и фамилией в паспорте. И еще и подпись могли сверить, какая у тебя в паспорте и какая на карте. Поэтому, естественно, паспорта таки продавали. И я мог в тот же день, когда мы с утра там занимались фишингом, продать несколько комплектов документов. Потом кто-то попросил скиммеры, портативные ридеры вот эти, да, которые можно просто кассир. Кассир, официант, например, там на заправке какой-то работник, ты ему даешь карту в руки. Сейчас уже, конечно, терминалы везде перед носом, там ты ее в руки никому не даешь. А в мое время это было постоянно, то есть кассир уносил твою карту, черт знает куда, там без пин-кода, естественно, все покупки были. Это сейчас с пин-кодом до тысячи без пина можно. И сейчас будет до трех тысяч. Я уже, кстати, со своих карточек уже три раза в Москве расплачивался на суммы 2-3 тысячи без пин-кода я уже расплачивался. То есть во многих заведениях это уже действует. Зависит немного еще от вашего банка, но больше от настроек терминала за день, где вы рассчитываете. Так что скоро можно будет до трех тысяч рассчитываться без ввода пин-кода. Кассир в этот момент, используя скиммер портативный, это такая штучка, как коробочка маленькая, как спичечный такой коробок с прорезью посредине. Нажимал кнопку, активировал считывающую головку, прокатывал вашу карточку сразу через этот портативный скиммер. И затем уже он, конечно, отдавал вам, ну прокатывал через официальный терминал, снимал там с вас деньги за ресторан, например, за вашу еду. И у него уже был дубликат вашей карточки, которую он впоследствии продавал за 50, 100, 150 долларов. Ну, промышляли, конечно, таким, то есть, соответственно, могли еще связаться со знакомыми кассирами, например, они нам переслали базу дампов, к примеру, которую они за предыдущую неделю собрали. А в Киев, Киев такой туристический город, в отличие от того же Минска был, и дампов собирал один кассир, бывало там в ресторанах уровня Эль Патио немерено, там 100-150 дампов качественных. То есть, иностранец, приехавший в Киев потусить, скорее всего, он с деньгами, плюс его карточка будет работать, естественно, там, ну, в СНГ, потому что он не лочил ее на определенную страну США, а он приехал с ней в Украину, он ей рассчитывается. Была вообще красота. Затем мы могли, например, связаться с хакерами и продать, например, пару сутендампов, да. Клиенты из Суго-Восточной Азии у меня, например, были с Малайзии, с Филиппин, с Китая очень много. Они нам поставляли пластик качественного. То есть, пластик, это что, на нашем сленге было, это заготовки пластиковой карты с магнитной полосой, с голубями этими, с голограммами, да. То есть, глобусики у Мастеркарда были два таких пересекающихся, либо голубь у Визы. И вот с этими голограммами нам оффсетного качества, потому что там была еще вокруг логотипа Визы, например, микропечать. Очень-очень мелкий шрифт, который, конечно, на некачественном оборудовании, на карт-принтере, например, за полторы тысячи долларов, микрошрифт нормальный сделать нельзя было. Он просто растекался по пластику. Соответственно, карты, поддельные в Китае, чтобы вы понимали, они делались фактически как на банковском оборудовании, как делаются заводские легальные карточки. Они делаются методом оффсетной печати. Вот как печатают книги. Книги, вот вы посмотрите на бумаге, даже краска не растекается. То же самое оффсетная печать, все печатают газеты, все глянцевые журналы. И вот такие карточки мне приходили из Киева. Ой, продавал я и мне подобные их, наверное, долларов по 50-100 за одну болванку, да. А чтобы вы понимали, китайцы нам, по-моему, отдавали по 3 доллара мне. Если мы меняли им, допустим, на дампы, ну, бартер у нас был, то мы рассчитывали с дампами, а дампы же мне, например, я же беру у хакеров дампы намного дешевле. То есть мне, получается, одна болванка вообще в доллара полтора остановилась. Присылали, вот как вы думаете, как присылали? Вот напишите, кто досмотрел до этого момента, как присылалось из Китая мне в Киев вот эти вот поддельные пластиковые карточки за раз по 150-200 штук. Ну, от 100 до 200. Вот такие количества. И я расскажу вам, как присылались они все-таки. А присылались они лично мне. Вы, возможно, предложите сейчас другие варианты, до чего вы додумались, но мне они присылались часто в колонках, например, каких-то. Знаете, такие компьютерные мини-спикеры, такие небольшие портативные колонки. Затем присылались в DVD-плеерах. Там DVD-плеер стоит долларов 60, то есть оплачиваешь его, естественно. Ну, они берут с завода какой-нибудь браконный, бэушный, таможник же не будет включать его, смотрите, работает он, не работает. То есть в этом присылалось. Но могли продать, да, несколько карточек. Могли записать, сами пойти с пин-кодом, снять в киевском банкомате. То есть тут же тебе звонят из Турции клиенты, например, на болванки пластиковые эти. На паспорта звонят из Евросоюза. Из СНГ часто брали. Звонят, например, китайцы. И знаете, вот за день примерно ты совершаешь, ну, не знаю сколько, наверное, преступлений 10, да, узконаправленных таких. Но вот конкретно отдельных преступлений, если их все разложить на отдельные статьи УК, то за день кардер моего уровня, ну, нарушал, наверное, до 20 статей Уголовного кодекса. Там, неважно, будь это белорусского УК, российского, украинского. То есть вот 20 статей УК ты нарушаешь за день. И это на самом деле нифига не легко, потому что, я же говорю, 3 ноутбука у тебя стоит. Ну, можно и меньше количеством обойтись, но у меня бывало обычно так. Вот. Потому что, кстати, часто ноутбуки прислали либо по бартеру в обмен на дампы какие-нибудь китайцы, да, либо просто в подарок присылали часто последние ноуты. И у меня с Бэтби, кстати, кто помнит Бэтби, можете написать в комментах, там, не знаю, какой-нибудь хэштег Бэтби приди, да, потому что я уже устал за ним бегать. Ну, Бэтби это Владик Харахорин, один из топ-кардеров мира и хакеров, вот, отсидевший 7 лет в США, давний мой кореш, можно сказать, приятель. Хотя наши пути и разошлись, но как-то мы в таких дружеских отношениях с ним. Но он такой, вот, как проститутка себя ведет, 10 раз уже обещал прийти, это будет интереснейшее интервью с человеком, отсидевшим за мое, в принципе, да, за мои статьи, схожие. 7 лет в США, но он как-то все обещает, обещает, и как девушка ветреного поведения не доходит. Соответственно, Владик, может, выполнишь свои обещания, тем более ребята напишут тебе сейчас в комментах хэштег Бэтби приди, да, или Владик приди. Вот, и может быть мы с тобой все-таки завершим это дело, поговорим о американских тюрьмах вообще, о американском следствии. Мне кажется, любопытно будет это и тебе, и мне сравнить, да, как в СНГ происходит и в Америке. Ну и, конечно же, нашим зрителям, поэтому, ребята, обязательно побольше хэштегов, лайков под это видео. Со днем типичного кардера топ-уровня покончено. О чем будем говорить еще? Ну давайте о том, как я жил в Киеве, да. Киев, конечно, такое вообще замечательное для меня место было в то время, мне было 20 лет, и у меня было там 10, 20, 50, 100 тысяч долларов в месяц. И для молодого парня с большими деньгами Киев это, конечно, рай на земле, потому что в Киеве, во-первых, жили самые красивые девушки в мире. Они сейчас там живут, но почему-то Киев незаслуженно много лет по женской красоте обходили во всяких рейтингах. И только в Венесуэлке вот были, вот лидировали в мире, ну, самые красивые нации признавалось. Вот каждый год определенное здание, я не помню какое, составляет рейтинг самых красивых женщин. Вот было признано, что в Венесуэле, когда-то там бывала Швеция, да, ну, непонятно, они бы еще Германию всунули, где женщины там, ну, вообще некрасивые. Мужчины немцы красивые, как там в Comedy Club Павел Воля, по-моему, шутил, или Харламов, что немецкие мужчины красивые реально. Ну и посмотрите, там этот Андерс, Диттер Болин, да, потом актер этот, который снимался, Тиль, по-моему, да, Тиль Швайгер, он снимался в фильме «Достучаться до небес», вот. Вот, это красивые все мужчины, женщины, конечно, отвратные, но я отошел чуть в сторону, в Киеве жили самые красивые девушки, еще у них есть грудь, потому что у многих сейчас с грудью проблемы. И, наконец-то, недавно все-таки Киев попадал, да, в этот рейтинг самых красивых женщин мира, и представьте, что там творилось. То есть я мог вполне зайти в ресторан какой-то и заказать, да, мы вот сидят, мне скучно, я один в большом городе, к примеру. Ну, конечно, у меня были знакомые, и об этих знакомых сейчас речь пойдет ниже, но я достаточно часто скучал, там, зайду в какой-нибудь, там, один из самых дорогих ресторанов города. Ну, конечно, были другие места и дороже, но по сравнению цена-качество, это был ресторан «Майами», да, вот кто из Киева, кто помнит «Майами», офигенный кабак такой. И вот сидят, например, там, за соседним столом девушки, какие-то женщины, ну, деловые, то есть не шлюхи, там, не снимаются, а просто сидят, там, что-то пьют, там, кофе, там, еще. Я мог, там, им бутылку шампанского какую-нибудь сдаву к лику, ну, понятно, что не самое дорогое, там, не за тысячу долларов, но, там, долларов за 200-300 мог просто отправить. Они потом, ну, официант, там, говорит, вам, там, передал тот, там, молодой человек, они потом приглашают за столик, ну, я не шел, как-то так стеснялся, как-то сижу себе дальше, вино или кофе попиваю. Ну, конечно, было прикольно. И были у меня знакомые в Киеве, да, это были два человека, Саша и Сергей, и познакомились мы с ними совершенно случайно. Я еще в то время жил в Минске, когда познакомился с ними, я набрал как-то Лерато. Лерато, это был один из ключевых участников Боа Фэктори, и его вместе с Ромой, с Боа, задержали на Кипре за обдал поддельного пластика. И я звоню на его киевский телефон, а я с ним был знаком лично, я до этого покупал у него кое-какое оборудование для подделки карточек. И я звоню на его телефон, и снимает какой-то там чувак вообще, ну, не Лерато. И я спрашиваю, ты кто? Он говорит, а Лерато, с Боа, там, задержали на Кипре, они сидят в тюрьме, а я там общий друг, кореш, там, не знаю, компаньон, коллега, там, подельник, херово знает, кто он там был, Саша такой. И я с ним познакомился, он приехал в Минск, Саша этот, и он притащил с собой своего приятеля Сергея, и вот они приехали в Минск, привезли мне там кое-какое оборудование, опять же, для кражи карточек. Мы как-то разнакомились, и я уже понимал, когда я еду в Киев, почему я уехал в Киев, потому что я был в розыске в Минске, подельники мои Паша и Степан, вот многие знают их по предыдущим выпускам, они меня сдали. И я жил в Киеве, и общался, конечно, с этим Сашей и Сергеем, потому что, по сути, это мои из таких деловых связей, это мои были единственные знакомые там, но мы достаточно долго общались, дружили, там, ездили, у Саши была конюшня с породистыми всякими лошадьми, я немного там обучался в Верховой СД, иногда стреляли с Калашникова прямо там на конюшне. Кстати, прикольно, мне понравилось стрелять с Калашникова, и да, за интервью с Кроухантером, да, то есть поездка со мной в Тир в Москве, то есть мы обязательно разыграем в следующем выпуске, я объявлю победителя, я уже отобрал ваши комментарии, и вот стреляли с Калашниковых, ездили на лошадях, ну, естественно, ездили по борделям, и я расскажу отдельного выпуска, заслуживают киевские бордели в четыре этажа, где девушка там уровня топ-модели, можно сказать, да, стоила 50 долларов в час, и где там было по 15 саун, и вообще там... Конечно, такого я не встречал еще в своей жизни, что в те годы уже было в киевских борделях, а назывался он Рестаун. Кто знает перевод слова Рестаун, тоже можете написать в комментах, может быть, как-нибудь, и попадете туда, если он еще, конечно, существует. Но Саша и Сергей не знали уровня моих текущих доходов, но, конечно, догадывались, что он превышает их собственные, потому что они мутили по мелочи, где-то продавали какие-то дампы, которые им поставлял, где-то покупали, перепродавали эти болванки, документы, но зарабатывали там сколько? Ну, 5-10 тысяч долларов в месяц, а я зарабатывал там, извините, там 10-20-50-100. И, естественно, в какой-то момент их обуяла алчность, жадность, и они против меня такой замутили хитроумный план. Я знал, что они против меня что-то замышляют, мир не без добрых людей, я не могу рассказывать, как я это узнал, но я знал, что они это замышляют, да. Но я не предполагал даже, какой они гнусный вообще способ, отвратительный для этого изберут. И я в то время жил на Саксаганской, это одна из самых престижных улиц современного Киева. И однажды в полдень, когда я вот, наверное, еще спал, да, мне позвонил Сергей и спросил, чем я занимаюсь. Ну, я сказал, что сплю, там проспаюсь, он говорит, ну, там, приходи в себя, я буду через несколько часов. Мне время позволяло еще немного поспать, и я юркнул под одеяло. Разбудил меня звонок в дверь. Я, толком, конечно, не проснувшись, подхожу к двери и заглядываю в глазок. В подъезде свет отсутствовал, что меня, однако, не особо удивило, потому что лампочки воровали постоянно. И я говорю там, ну, такими, знаете, еще спросонья не твердым голосом, я спрашиваю, кто там. И мне говорят соседи. Ну, соседи, да. Я говорю, а что вам надо? Ну, опять же, такой, знаете, еще, ну, полубухой сосна такой. Не от алкоголя, а бухой. Они говорят, вы нас водой заливаете. Я говорю, какой нафиг водой? Вот успеваю сообразить, да. Какой нафиг водой, если я живу на первом этаже? Ну, а что, бомжи, что ли, в подвале живут, что я вас водой заливаю? И, короче, вот это я все сообразил. И тут они говорят, ладно, Сергей, открывай. И вот, представляете, вот этот, ладно, Сергей, открывай, вот что-то щелкнуло в моей голове, да. Как такой триггер незримый. И я на полном автопилоте вот спросонья открываю ту дверь. Раз такое, я не знаю, как это происходит, но такое, как будто вот кто-то назвал меня, по имени, значит, кто-то из знакомых, плюс ты полусонный и такое, короче. Вот, кстати, менты часто этим пользуются, да, когда заходят менты, они приезжают к нам, к нам, к вам, там, к нашим знакомым, к любым, кто занимается криминалом, либо просто занимается какой-то неугодной политиком, деятельностью. Они приходят, как правило, с утра, в 4, в 5, в 6 утра, там, когда человек, как правило, еще спит. Им главное знать, что ты спишь, когда ты заторможен реакцией у тебя, умственной деятельности, тогда им проще просто и ворваться к тебе в квартиру, и обыск у тебя провести, и, соответственно, легавы этим, вот, запомните, они всегда этим пользуются. Поэтому, конечно, видеокамера какая-то нужна, цепочка на двери обязательно, да, видеокамера, об этом мы еще будем в следующих выпусках говорить, но вот пользуются тем, что с утра. И вот у меня это наваждение секунду длилось, но я открыл дверь, и, понимаете, открыл сам, открыл незнакомым людям, потому что адрес этой квартиры, кроме меня, Сергея, Саши и Кати, мои девушки на тот момент, ну и моей мамы, но она не запомнит, как бы, ну и мама ж не сдаст, да, не знал никто. То есть знал я, Катя, Саша и Сергей. И все, в квартиру вошло трое, один из незнакомцев показал мне ксиву полковника ГУБОПа, то есть Главного управления по борьбе с организованной преступностью, и они сразу же стали вести себя по-хозяйски в моей квартире, прошмонали всю квартиру, ну, прошмонали, обыскали, да, простым языком человеческим, прошмонали всю квартиру на предмет денег, компьютеров, других ценностей. И в моем доме было 29 тысяч долларов наличными, 6 из которых лежали возле моего компьютера. Да, кстати, вот напишите, кто первый напишет, где лежали остальные 23, да, куда я их запрятал, то есть сразу вот с радостью получат мою книжку с автографом, как внимательный, наверное, зритель, читатель, да, где в моей квартире лежали 23 тысячи долларов, которые я спрятал вот тот день, когда ко мне пришли киевские мусора. Я это бабло, понимаете, тоже вот детская такая халатность, да не детская, просто халатность. Я еще вот 29 тысяч долларов этих я собрал там со всяких тем, и собирался поездом, мы передавали через проводников, но чаще через начальников поездов, они, по-моему, 1% брали там, Киев-Минск, например, поезд, и я всегда передавал там маме, другим родственникам и друзьям в Минск, ну, и все это аккумулировалось там в определенных местах, как вы помните, у деда в огороде закапывалось, да, в чемоданчике от кальяна. И я вот вчера это бабло собирался отправить маме в Минск, но не отправил, просто поленился, мне там лень ехать было, холодно, спал там, ну такое. И вот просто остался он у меня в квартире, тем более я болван, вот болван, я знал же, что против меня замышляется что-то серьезное, но вот такая вот непростительная оплошность, можно сказать, с моей стороны. Мусора, среди которых, как позже выяснилось, были полковник, майор и капитан, все из одного отдела, да, то бишь из ГУБОПа, они забрали, пидорасы, мой ноутбук, два мобильника, 6 тысяч долларов, которые вот прямо возле ноутбука были, один из них закинул на плечо мой пулемет, мне прилетел приятель с Новосибирской, подарил мне сувенирный РПД, ручной пулемет Дегтярева, но он сувенирный, что значит сувенирный? То есть просто распиливается ствол и, например, убирается баек или пружина, да, то есть, ну, стрелять с него невозможно, потому что распилен ствол, и они продаются в сувенирных магазинах, вот вы можете в магазинах своего города, вооруженных, сувенирных, увидеть калашниковые такие, примерно по 100 долларов. Мой пулемет этот два листа примерно стоил, я его помню, вызволял с аэропорта, их не хотели пропускать с этим пулеметом на плечо с Новосиба, но вызволил там, да, за 5 долларов, по-моему, ну, в Украине цены, конечно, на коррупцию были сверхдешевые, и вот один из легавых закидывает на плечо этот мой пулемет, и мы вот таким вот составом, три легавых, да, в штатском, я и пулемет этот, блядь, на плече выходим из подъезда, а в Киеве, во многих нормальных домах, а я жил на Саксыганской, то есть это такая элитная улица, есть консьерж, и у меня какой-то дед там сидел, и они, короче, такие, деду говорят, да, смотри, какого мы опасного преступника там поймали на балконе, хранил пулемет, а дед такой там недолго думая, говорит, и правильно от таких, как вы, отстреливаться, ну, видно, понял, что мусора, короче, вот, и это еще хорошо, кстати, что у меня менты при обыске не нашли, в квартире у меня под линолеумом в одной из комнат лежало около 200 болванок офигенного качества пластика поддельного, то, да, ну, пустых болванок, там, виза и мастер-карда, вот, хорошо, что его не нашли, конечно, потому что дела мои тогда еще были хуже, мы вышли из подъезда таким составом, мы сели в стоявшую за углом раздолбанную такую бежевую, по-моему, девятку Жигули, да, и вот буквально несколько минут, и мы оказались во дворе здания Губопа киевского на соседней буквально улице Горького, поднялись в кабинет на четвертом этаже, где меня тут же без объяснения всяких причин стали сбивать просто тупо руками и ногами, после чего сцепили мои запястья наручниками так, что руки оказались между ног. Ну, понимаете, примерно вот так получается, я сейчас встану, чтобы вы видели, да, то есть даже вот сюда отойду, то есть сцепливают вот так вот, ты становишься на такой растяжке, получается, вот, у тебя руки наручниками сцеплены между ног, короче, и ты стоишь, и, конечно, ну, руки затекают, болят, стоит тебе так неудобно, тело все затекает. Менты вот в таком положении меня еще продолжали бить, и били на растяжке даже. На растяжке, ну, у меня, я только что показал, как я стоял, то есть у меня руки между ног, да, а они постоянно ходят и бьют тебе, получается, по ступням, и у тебя вот так вот ноги разъезжаются, и ты, получается, с каждой минутой там все больше и больше ближе к шпагату. Представьте, как, ну, у тебя пиздят с одной стороны, с другой стороны эти ноги на шпагате, и ты вообще не понимаешь, за что, и какой ужас происходит, и ты понимаешь просто, что тебя подставили, блядь, твое же ближайшее-то окружение, с которыми ты там общался, работал, делил хлеб там, там, трахал одних и тех же там баб, да, нередко и прочее. И вот это осознание, конечно, угнетало, ну, понимая, что они же тебя и подставили, просто тупо слили тебя мусорам там для каких-то своих целей. Знаете, на растяжке стоишь, и вот очень сильно затекают бедра, то есть задняя поверхность ноги, задняя поверхность бедра, она сильно затекает, и, короче, ты стоишь, я вот так стоял, ноги эти, руки эти между ног в наручниках, лбом упираешься в шкаф такой, они эту растяжку, у тебя ноги затекают, короче, и ты просто вот назад-назад падаешь, а руки-то между ног, и наручники вот просто тяжестью собственного тела, у тебя вот эти вот браслеты еще сильнее на руках закрываются. И получается, что падаешь, а они, короче, продолжают тебя избивать, но, знаете, я уже в тот момент понимал, что все-таки бьют в полсилы, да, то есть не хотят меня покалечить, а просто скорее напугать, и бьют меня, естественно, в полсилы. И когда через некоторое время на мобильнике капитана самого младшего там по званию раздался звонок, предположительно, я думаю, от Сергея, да, вот Саша и Сергей были, и там такие слова от капитана прозвучали, да, да, у нас часов шесть, вот эта вот фраза, вот этот телефонный звонок лишь укрепили меня в мои догадки, и я взглянул на часы, то есть до окончания кошмара оставалось там менее трех часов уже. И избиения и растяжки ни на минуту не прекращались, я стоял так, упершись головой в этот шкаф, падал периодически, легавый наваливался, бывало, на меня, короче, и бил вот так мне, я лежу на полу, получается, да, а он сверху, короче, пидорас, с виной этой своей тушей, короче, вот так мне бьет локтем в грудь, короче, ну, больно, конечно, но опять же в полсилы, но, блядь, там эта туша весит килограмм, наверное, 150, и вот она бьет тебе в грудь, пидорас, но, и, знаете, то есть ты лежишь в этот беспомощный, тяжестью тела опять же еще сильнее, наручники, короче, зажимаешь, и вот все это, ну, такое, то есть, и это, представьте, я понимал, что бьют в полсилы, а если бы меня там в каком-нибудь убийстве там подозревали, бля, я вообще не представляю, что бы там было, далее, знаете, мусора, короче, достали распечатку мобильных звонков с моего номера, с двух моих номеров мобильных, и заранее там так аккуратненько были обведены в них номера Саши и Сергея, и они стали допытываться, там, кому принадлежат данные телефонные номера, я, естественно, там, как Сироп в своих песнях поет, лепил дуру, да, говорю, что я понятия не имею, чьи-то цифры, короче, мне в день звонит до 50 человек, мне реально звонили там из Минска, из Турции, из Китая, из разных стран, короче, я пытался вот просто там, ну, съехать на дурачка, но, конечно, полкан этот говорит, что, ну, логично, говорит, с этими абонентами ты общаешься каждый всего там по несколько, каждый день по нескольку раз, да, чаще всего, и, естественно, ну, ты знаешь, кто это, короче, и, ну, такое, я там отнекился, отнекился, но они стали играть, конечно, начали такую свою любимую игру, знаете, у легавых есть такое добрый, злой полицейский, это когда один тебя пугает или сбивает там, и психологическое давление какое-то оказывает, а другой такой типа там постарше по званию, например, с более мягкими чертами лица, с кратчевым голосом, либо, наоборот, помладше там, ну, неважно, как между ними роли распределяются, я думаю, они как эти, блядь, трансвеститы могут и меняться даже, да, время от времени, и они, короче, играют в этого доброго злого полицейского, один тебя пугает и бьет, а второй отводит сторонку и уговаривает там, ай, ну, сознайся там, расскажи, ну, что тебе стоит, избиения тут же прекратятся там, короче, уговаривают тебя все рассказать, и вот меня в данном случае уговаривали рассказать все, что я знаю про Сашу и Сергея, и они такие еще давили, ты знаешь, кто твои друзья там, они же бандиты, страшные люди, они же не останавливаются даже перед убийством, ну, хрено знает, я не знал за них таких моментов, но я по-прежнему, как, как этот Павлик, как Марат Козей, да, или кто там продолжал молчать, и тогда оборотни, оборотни в погонах, вот есть же такое выражение, тогда эти оборотни достали из шкафа, такой старый советский резиновый противогаз, да, большой вот именно, ну, как слоник такой, ну, вы многие видели, то есть он полностью на голову, полностью резиновый, то есть есть противогазы, где сзади такая, ну, просто такие резинки, да, а это был цельный такой противогаз, слоник. Я даже не знаю, что вам на это ответить. Блядь, представляете, Сири говорит, я даже не знаю, что вам на это ответить, даже Сири охуела. И, Сири, уходи. И, короче, а в противогазе был зажат клапан, вот в противогазе же эта трубка к фильтру угольному, и вот этот клапан был зажат, и, представляете, они предлагают там поиграть с слоника. И я, конечно, был об увлекательной игре слоник наслышан ранее, да, и понимал, что приятного в ней мало, то есть получается, что просто тебе перекрывается доступ к кислороду, вот зажимается этот клапан, вот этот вот, ну, не провод, а шланг, который идет от противогаза, он просто пережимается, а у тебя противогаз на голове, а руки в наручниках, и ты просто физически, при всем желании, не можешь его снять. И все, ты начинаешь задыхаться, у тебя паника, удушья, и ты готов в тот момент рассказать, наверное, даже, что и Кеннеди застрелил, вот, и Талькова заодно, царство ему небесное, хороший был пивец. Но в моем случае они пошли еще дальше, я как раз бросил несколько дней назад курить, они, знаете, что сделали? Вот в этот клапан противогаза они вставили зажженную сверхкрепкую сигарету Кэптен Блэк, и натянули этот мешок мне, резиновый этот чулок, мешок мне на голову, да, противогаз. И я, конечно, начал задыхаться, но задыхаться ладно, ну, дым, конечно, такой горький, одно дело, когда у душа просто, когда тебя воздуха лишают, а другое дело, когда этот горький дым от очень крепкой сигареты, у тебя это еще паника, все вот это вот, и ты, блин, страдаешь ни за что, понимаешь, у тебя просто тупо близкие подставили. И я, конечно, начал задыхаться, да, и вот тут уже самообладание меня покинуло, и я стал вырываться, там, брекаться, кусаться, там, что мог, короче, ну, кусаться нет, потому что рот закрыт же противогазом. И я как-то изловчился, да, а руки, я напоминаю, руки опять же между ног, и я эту штуку резиновую изловчился, и вот так вот голову упрыгнул, короче, к ногам, и просто руками тупо сорвал, короче, и порвал эту, частично порвал этот противогаз, за что тут же получил. Опять пизды, короче, от этого полковника и майора, да, и я кричу, короче, этим легавым, говорю, у меня сердце больное, лбоебы, и я говорю, я сейчас сдохну здесь, ну, типа, замучаюсь, расхлебываться, там, отписываться и прочего. Ну, мне там боковой этот хук, да, в челюсть, короче, выписали, и все, я тут же подуспокоился немного, потому что выписали бы еще. Легавые опять меня на пол повалили, этот жирный полкан своей тушей навалился на меня, короче, несколько раз опять локтем в грудь, ну, такое. И после этого мне предложили написать объяснение, то есть рассказать своими словами все, что я знаю о Саше и Сергее, погоняло которого, как мне любезно сообщили мусора, было гестапо. Также у него был еще второй погоняло фигуры, да, вот это был Сергей. Ну, Саша был посерьезнее парень, а Сергей такой дворовой, но, видимо, водился с мусорами, раз устроили они мне такое. Я отказался, тут же последовала серия новых ударов, после чего меня отвели в соседний кабинет и передали на руки следователю, такому молодому вообще какому-то дебилу с замашками Генриха Гиммлера, то есть, ну, садиста полного. И я там около часа еще стоял у него в кабинете на этих растяжках, он там постоянно бил мне эти ноги, чтобы я затекали они, и чтобы я падал там на эти наручники. И я еще порядка часа выслушивал весь этот, там, садистский бред, да. И, короче, получается, что я там посмотрел на свои часы, и всего во власти мусоров я находился уже больше двух часов, и мне вот этот порядком под затянувшийся спектакль, конечно, ну, надоел уже, да, эти побои там ни за что, эти давления. И я, да, я согласился, я говорю, да окей, давайте я пишу объяснение. Я написал объяснение, в котором не было ни слова правды, за что тут же получил несколько чувствительных ударов куда-то, или по почкам, или в область печени, ну, куда-то сзади, да, били, вот. И мусора стали меня, знаете, пугать звонком другу. Вот слоник, да, слоник, если вы думаете, что слоник это самое страшное, да, это безусловно страшно, слоник, есть еще ласточки, когда тебя скручивают наручниками, веревками так, что у тебя руки и ноги, вот, ты просто лежишь на животе, допустим, а у тебя руки и ноги вот так на спине сходятся, да, и вот так их связывают вместе, это ласточка. Еще могут какую-нибудь, ну, такую трубу продеть, допустим, или палку и поднять тебе, и ты, блядь, получается, за руки и за ноги, и это вообще выламывается все, все, получается, ну, конечности выкручиваются, как на дыбе-то получается, ласточка это страшная штука, и еще могут и на шею, то есть там можно и задохнуться от нее, короче, ласточки я, к счастью, не испытал, но вот слоник и звонок другу, звонок другу, что из себя представляет, вот, если знаете, сталкивались, напишите в комментах, может кто-то из вас вообще там другой вариант слышал, но в том варианте, в каком у меня это было, это просто берут такой советский дисковый телефон, помню, я не знаю, вы, наверное, вы более молодые зрители, но вот у меня у дедушки в деревне до сих пор стоит такой телефон с диском, наборный диск, и ты его начинаешь вращать, и там, знаете, ток вроде как небольшой, но в момент набора цифр сила тока возрастает, именно не вольтаж, да, вольтаж там вообще мизерный, 12 может быть даже вольт, я не помню, но там сила тока в амперах, и чем выше набираемая от тобой цифра, вот набираешь, тем сильнее бьет тебя током, и, знаете, это берут, короче, набрасывают вот эти вот провода, например, на уши, к примеру, и провода могут набросить тебе на яйца, короче, вот на половые органы прикрепляют эти провода и просто начинают набирать диск, и мне этот один легавый говорит, что ни один из подозреваемых еще не выдержал, даже вот цифры 8, есть еще 9 и 0, но даже цифры 8 не выдержали, но я, к счастью, эту путку на себе не испытывал, я понял, что, ну, что мне страдать за херню, какую-то за подставу, да, я переписал объяснение, в которое для правдоподобности добавил марки и примерные номера машин, потому что я их даже не знал, при всем желании, на которых ездили Саша и Фигура, и какие-то еще несущественные детали, правда, в моем признании, и на этот раз было там не больше, там 10, может 20 процентов, но, тем не менее, на удивление, оно вполне мусоров устроило, для них и для моих, вот так называемых друзей, да, которые за всем этим стояли, был важен факт, не столько там точности, изложенной информации, там объяснений, сколько просто то, что я написал это, и вот где-то через 20 минут, они, видно, отмайковались моим этим Сашей Сергеем, что я там все написал, короче, на них, и через 20 минут примерно одному из мусоров позвонили, и оборотни, знаете, меня так наигранно сообщили, о, там за тебя из Минска, там серьезные люди хлопотятся, видно, да, там хлопочут, переживают, потому что нашему министерству позвонили в Министерство внутренних дел, и тебя приказано отпустить, вот, ну, такой дешевый наигранный спектакль, блядь, ну, вот так вот действуют блатные, так действуют бандиты, так действуют мусора, и так может быть не раз в вашей жизни, или в жизни какого-то из ваших близких, что вот таким образом подставляют, но для этого, конечно, нужны, не дай бог, не дай бог, говорю, но для этого, конечно, нужны какие-то знакомые мусора, вот, либо же могут подставить это в нашей, этой российской бандитской действительности, просто, эту роль вполне могут сыграть бандиты, то есть ты не увидишь, в какое здание, например, тебя заводят, да, то есть можно купить без проблем мусорскую форму. У Васи, который делал ксивы, приходил ко мне в одном из выпусков, у него купить, допустим, удостоверение, хотя удостоверение тому не нужны. Тебя вот хакеры такого лекарда молодого, там, денежного мешка выдергивают из дома просто таким способом, там, левую ксиву дома в лицо тычут, короче, забирают, тебя выводят из дома, везут тебя, могут глаза закрыть, привезти в любое здание, типа это, не знаю, там, следственный комитет, а это просто обычные братки, которые хотят тебя выбить за деньги, либо там, чтобы ты на них там квартиру переписал. Ну, в общем, меня отпустили, я вот спустился с четвертого этажа, стоял возле подъезда, и за мной приехал Олег, это водитель и помощник Саши был, да, и я наконец-то это негостеприимное место покинул с облегчением, и я вот тогда, наверное, тогда вот эта вот фраза и пришла мне на ум, что, боже, храни меня от друзей, о врагах я позабочу сам, потому что я был такой злой, короче, что не знаю, вот просто я мог тогда, в тот момент я был готов, вот честно скажу, но в тот момент я был настолько подавлен и зол, что я готов был просто кому-то тысяч 20-30 долларов дать, просто чтобы за то, чтобы машину этих пидорасов просто взорвали с ними, ну, то есть такое, я не знаю, конечно, я там не идеал, да, и это характеризует меня далеко, далеко не с лучшей стороны, но представьте, что на моем месте готовы были бы сделать вы, вот в такой ситуации, когда просто так подставили и сбили, и Олег, конечно, оценил мой такой вид помятый, да, и говорит, что так все плохо, он короче, я говорю, ну а ты что, не видишь, вообще плохо, да, он такой говорит, ну я же предупреждал, типа, чтобы получить хорошо врага, надо выбрать друга, то есть он знает, куда нанести удар, удар, и я потом понял, что я действительно, знаете, сам слишком много информации дал вот этим своим врагам Саше и Сергею о себе, они знали, что я в розыске в Минске, и знали, конечно, чем я занимаюсь в деталях, и знали, сколько у меня денег, догадывались примерно, и вот я читал потом, что вот в России каждый, например, пятый сталкивался с насилием со стороны правоохранительных органов, это официальная статистика, каждый пятый в России сталкивался с насилием со стороны правоохранительных органов, и я думаю, что в этот показатель и в Украине не намного меньше, но боюсь даже представить, вот после моего рассказа, как вы видите, что было бы со мной, если бы это была не подстава такая легкая, там, да, дружеская, можно сказать, а если бы меня действительно подозревали в совершении какого-нибудь тяжкого преступления, там, изнасилование, там, или убийство, и из этих застенков живым я мог бы и не выбраться, не только я, а любой из нас, не дай бог, и Олег только говорит еще, да, у нас, говорит, бывали случаи, что люди выпрыгивали из четвертого этажа РОВД, не выдерживали пыток, то есть, представляете, люди реально выпрыгивают из четвертого этажа РОВД, готовы там сломать себе руки, ноги, может быть, шею и голову, да, просто потому что не выдерживают пыток, и это вот так вот пытают в украинской милиции, и в России, как мы видим, тоже, но в Беларуси, например, подобное встречается намного реже, да, потому что, ну, как-то прокуратура так пристальнее следит все-таки за соблюдением законодательства, хотя законодательство там работает только в одну сторону, в сторону мусоров, судей и властимущих, да, в ту сторону она вообще никогда не работает, но, тем не менее, жесткие методы такие в Беларуси, конечно, применяются намного реже, больше такое психологическое давление и всякие разводы, там, подпиши, там, пойдешь на подписку, ну, знаете, такие манипуляции мусоров, следаков, дознавателей, в свою квартиру я больше не попал, и Олег меня отвез на конюшню именно к Саше, где я там какую-то ночь переночевал, и там уже меня встретили Саша и Гестапо, он же фигура, да, и они сходу меня стали отчитывать, что, бля, вот ты нам принес столько проблем, ты в Киеве тут мутил, там, ты не соблюдал правила безопасности, на тебя вышли менты, и вот заметьте, если бы не наш близкий, который живет в твоем доме, да, и который случайно увидел, как тебя уводят мусора, то для тебя все могло закончиться очень печально и плачевно. Ну, понятно, вот, дальнейший ход разговора предполагал, и по всей логике, да, вы можете сделать такой же вывод, что надо бы теперь как-то отблагодарить своих благодетелей, кто тебя вытащил и так далее, ну, не Сашу Сергеем, а кого-то повыше, кому не обратились, и нужно было мне купить новую Тойоту Кэмри за 40 тысяч долларов. Ну, да, если вы понимаете абсурд ситуации, тебя подставляют, пиздят, потом якобы достают из рук мусоров, и ты еще и должен, то есть и все, и у тебя моральные такие терзания, что, а, там, ты сдал, там, тебя упрекнули в этом, хотя я не считаю себя там в чем-то виноватым, потому что, ну, блядь, таких стрелять просто надо, не то, что сдавать, и тем более я их не сдал, просто написал какую-то левую инфу, там, ну, которую мусора и так знают, там, номера телефонов, машин, то есть, ну, да, они их друзья, они целуются с ними в засос, ну, конечно, они все знают, но тем не менее, да, то есть, ну, вот такая вот подстава была в моей жизни, конечно, меня этим упрекали, это, бля, ну, ты ж на нас так написал, бля, и ты еще должен, и ты вот на нас написал, на своих лучших друзей и благодетелей, и мои телефоны, деньги, ключи от квартиры оставались в губопе, ну, вот мусора просто все забрали, у меня два телефона, там, несколько ноутбуков, деньги, ключи от квартиры даже, и я не мог даже попасть в свою съемную квартиру, где жил просто, чтобы там свои же деньги и какие-то вещи забрать, там, 26 тысяч долларов, 23 тысячи долларов, 6 же легавые забрали, а 23 было спрятано, болванки эти пластиковые, и я жил на какой-то съемной квартире, ну, по сути, она, видно, снимал ее, фигуру оплачивал под присмотром их человека на сетке, да, ну, просто дали мне там мальчика какого-то, который должен был там следить за каждым моим шагом, звонком все слушать и говорить, естественно, гестапо и Саше, и они же перевозили мне мои вещи, но, кстати, привезли на тот момент мои ноутбуки, уже понимая, что я не смогу без них работать и как-то зарабатывать лавэ даже, там, чтобы 40 тысяч долларов якобы на эту Кэмри дать, и вот мне потом сообщили, да, люди, которые наблюдали за подъездом, что мои же вещи, да, мои же вещи, вот, перевозили Саша, фигура и мусора из Губопа, то есть они пришли все вместе шмонать мою квартиру, и вот здесь гестапо такой вот прикольный момент, они даже, блядь, эти вот все пидорасы, они и здесь показали свою мелочность, вот типа забыв мне привезти мой ЖК-телевизор, на который Фигурова давно положил глаз, они тогда еще, ну, достаточно дорого стоили, это не сейчас 200 долларов, и дорогущий электрочайник Браун, там, за 200, по-моему, долларов его покупал немецкие из металла, и, знаете, я в Киеве допустил еще одну ошибку, я жил по поддельным документам, да, в Киеве, и они остались вот в моей этой прежней квартире, а мой белорусский паспорт находился у Сергея, я как-то ему сам отдал, чтобы не хранить в доме несколько паспортов на разные имена, ну, мало ли что, и теперь я, конечно, понимаю, что, ну, по уму лучше было бы хранить все деньги, там, левые паспорта и прочие ценности в банковской ячейке какой-то, просто идешь в банк, тупо открываешь, арендуешь сейфовую ячейку и хранишь там все, что там нельзя дома, например, или не нужно, и доступ к которой, например, был бы только у меня и у моей матери, понимаете, то есть, ну, вот такая, такая ошибка была. Через неделю Сергей мне привез все-таки мой родной синенький паспорт белорусский, я какими-то там путями долгими-долгими от, скажем так, усыпил бдительность их на сетке, и я просто свалил оттуда, я, звали меня, ребята звали меня, Фидель с Эрером админной формы, там, кардзерской, кардзерпортал, звали меня в Одессу, но я почему-то уехал в Минск, предварительно через там знакомых всяких ментов пробив, что особо меня там не ищут, и мне там особо ничем, ничего не грозит, но ошибался. Обо всем этом в следующем выпуске по книге, не знаю, я, если честно, ребята, даже вымотался, то есть, там столько жестикуляций, вот эмоций, когда вспоминал, переживал все это, напишите обязательно, понравился ли вам выпуск, пишите, какие у вас татуировки есть, пишите обязательно, где я прятал деньги, 23 тысячи долларов, которые не нашли в своей квартире, я за это разыграю книгу, ну и просто лайки, комменты, репосты друзьям, выпуск вам зашел, ну, тогда подписка на канал. Обнимаю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...